Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 27 октября 2020 года. Вы просите, многие из вас просят вторую часть на видеоролик «Я человек, хожу мимо рамок без маски и перчаток». Благодарю вас за поддержку. Я вижу, что вам нужна эта информация. Очень много вопросов, и вы просите продолжения. Продолжение обязательно будет, просто у меня тоже есть свои дела, которые за меня никто не сделает, и, в общем-то, до всего просто руки не доходят. Сегодня же я выпущу продолжение этого ролика. Да, в комментариях был момент, что женщина одна написала, что я являюсь провокатором, потому что я призываю людей ходить без масок. Я, собственно говоря, не поняла, в чем это имеется в виду, но это один из посылов масочников, потому что они считают, что маска, видимо, помогает все-таки от вируса или от болезней, хотя ровно наоборот. Уже сейчас и медики говорили, достаточно информации в интернете от медиков именно. Такова статистика, что смертности 10 человек, у которых был написан диагноз вот этот вот самый ковид, 8 из них, смертей, они носили маски. Это говорит о многом. То есть это статистика полная, абсолютная. Это закон Паретта, так называемый 80 к 20 или 20 к 80. Это абсолютный закон, который четко и ясно говорит, что те, кто носит маски, они в будущем обязательно умрут в ближайшее время, заболеют, и у них смертность будет выше, чем у людей, которые маски не носят. Соответственно, ношение масок – это абсолютный вред. Постоянное ношение масок в магазинах и вообще навязывание этих масок – это абсолютный вред. Но поскольку это еще плюс, помимо вещей, похожих на геноцид населения, это еще и чей-то бизнес очень прибыльный, то капиталисты, вы сами знаете, они ненормальные. Я уже во многих роликах говорю, что капиталисты – это ненормальные. Может, они когда-то были людьми, но попав под власть денег, они не смогли остановиться и, в общем-то, сошли с ума. Сходят с ума, и мы это видим, это уже массовое помешательство. Делать деньги, кровавые деньги, деньги на уничтожение здоровья людей, на уничтожение человеческого достоинства, лишь бы только себе положить в карман. Причем с собой на тот свет все равно ничего не унесешь, но у идиотов у них нет этого понимания. То есть у них там что-то отсутствует в мозгах уже просто здравый смысл, у них его нет, этого здравого смысла. Значит, следующий момент. Пока я буду готовить продолжение этой серии, как мы встретились с правоохранительными органами, с полицейскими, в том числе, как у нас происходила беседа и вообще взаимоотношения, каковы наши были, и мои выводы, потому что помимо реальных взаимоотношений я еще и выводы делаю. Об этом, безусловно, я буду говорить, и, видимо, это будет в нескольких частях. А пока коротко, вот нам помогают с информацией, я уже вам делала подобные ролики, и сейчас прислали комментарии, которые я хочу пока готовлюсь, чтобы вы все-таки юридически развивались. Чем больше вы читаете такие подобные тексты, вникаете в них, тем легче вам в дальнейшем будет с ними оперировать, потому что таким образом формируется нейронная сеть, новая нейронная сеть. То есть сначала кажется, что это просто очень сложно и невозможно в этом во всем разобраться. Нет, нет, возможно, потихоньку, по шажочку, шаг за шагом, как и нас учили таблицу умножения, помните, не сразу все давалось. Сначала мы палочки считали, потом у нас счеты были в советской школе, и потом мы уже делали сложные арифметические, логарифмические упражнения, у нас был математический анализ. Вспомнить это очень сложнейшее вычисление математики, 9-10 класса, высшая математика, элементы высшей математики, потом в институтах кто учился. Поэтому разобраться со всем этим точно так же. Сначала сложно, а потом все легче и легче. Чем больше и чаще вы читаете, вникаете, тем легче вы уже оперируете подобными знаниями, и мало того, вы их начинаете применять. То есть вы становитесь подкованными и более сильными. Знания и сила, как мы понимаем. Так вот, на 27-й, 10-й, 2020-го. Граждане Российской Федерации не обязаны носить маски и перчатки. Сейчас все, кто будет говорить, что Российская Федерация, это нам сейчас не нужно, мы не будем отвлекаться. И если кто вас сейчас будет отвлекать на вот эти вещи, это не нужно сейчас. Потому что когда мы взаимодействуем в этих вот торговых, а все они торгаши, любые места, куда мы приходим, чтобы мы не делали там в МФЦ или торговые центры, или еще куда-то, это все услуги нам оказывают. Услуги Российской Федерации пока они подчиняются, они сами ссылаются на законы Российской Федерации. Типа они такие законники. И мы с ними должны говорить на их языке. Потому что если кто начнет говорить сейчас с ними о Советском Союзе, они нас быстренько за сумасшедших. Тем более уже проталкиваются такие вбросы, делаются, чтобы натравливать людей, что люди, которые занимаются восстановлением СССР, это секты и так далее. Нам это не нужно в данной ситуации. Понимаете, да, меня? То есть вы должны понять эту логику, когда нужно, в какой момент, что и как говорить. Не все подряд нужно лепить, не все подряд нужно говорить. Все, что вы знаете. А только конкретно по ситуации, по обстановке. Вот тогда можно договориться. Если человек начинает очень много говорить, он начинает забалтывать ситуацию, да, у него есть страх, у него невроз, и у него начинается так словесный панус, что называется. Даже если он знает все статьи, все мысли, нужно делать паузу, потому что те, кто слушает, они не успевают воспринимать это все. И у них наступает оттупление, они устают, и у них идет агрессия. Поэтому вести себя надо именно правильно. Надо делать паузу, надо спокойно разговаривать, надо спокойно свою правду, свою правоту показывать и давать им возможность паузу осмыслить. Паузу осмыслить, может быть, повторить несколько раз, понимаете? Потому что вы общаетесь с людьми, которые довольно сильно зазомбированы системой, которые с нами в одной лодке, но они этого не понимают. Они такие же жертвы этого всего, вот этого произвола масочного, они такие же жертвы, но они этого не понимают. И вот чтобы их не восстанавливать против себя, надо грамотно себя вести. Итак, я продолжаю. Граждане РЭФ не обязаны носить маски, перчатки при посещении публичных мест в транспорте и так далее. Так, как первое. Согласно 21 статье Конституции, часть 2, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. То есть все предложения, услуги, померить температуру, заставляют одеть маску, это уже опыты, произведения опытов. Ношение масок относится к медицинским опытам и поэтому не может быть принудительным. А также на основании статьи 20, части 1, Федерального закона номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина. Термометрия относится к медицинскому вмешательству согласно приложению приказа Министерства здравоохранения социального развития Российской Федерации от 23.04.2012 номер 39ОН об утверждении перечня определенных видов медицинского вмешательства, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи. Так вот, опыт сегодняшний взаимодействия с термометрией нам показывает, когда мы говорим, что это медицинское вмешательство, они говорят нет, 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 нет. Так вот, чтобы без нет, 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 нужно, возможно, даже распечатать эти законы и показать на листочке, что вот он, пожалуйста, что это является медицинским вмешательством. И оно может происходить только с добровольного разрешения человека. Да, и помните, что везде сразу надо себя инициировать как человека, опознавать себя как человека, потому что до тех пор, видимо, пока вы это твердо сами внутри себя не усвоите, разницу между человеком и физлицом, об этом многие говорят, но вот я вижу по опыту, по взаимодействию, что мало кто вообще из-за вот как бы из-за обслуги это понимает. Они вообще не понимают разницы между человеком и физлицом. Но, тем не менее, заявлять это надо, потому что в морском праве здесь действует морское и римское право. Заявительная форма. Заявляйте себя спокойно человеком. Я человек, и я не позволяю проводить над собой медицинские опыты. Я не даю вам никакого согласия на проведение над собой медицинских опытов. Но это первое. Это не все, потому что в дополнение к этой статье, вот дальше, второе. Согласно статье 76-й, часть 5-й, Конституции Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями 1-й и 2-й настоящей статьи. Это очень важно. Я все время тоже, вот когда мне оказывается противодействие, я достаю Конституцию, я с собой ее все время ношу и говорю, что никакие указы нежестоящие не могут противодействовать основному закону. Это Конституция. То есть все, что противоречит основному закону, не может действовать. Никакие постановления правительств, субъект Российской Федерации или указы губернаторов и тем более рекомендации Роспотребнадзора не могут противоречить не могут противоречить федеральным законам. Согласно статье 55, часть 3 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц обеспечения обороны страны и безопасности государства. Третье. согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 417 от 02 04 2020 Вот посмотрите, нам помогают законами, ведь не случайно это в апреле было введено, 2 апреля это говорит о том, что у нас идет сейчас борьба за власть, у нас сейчас время смуты и борьба за власть. Предведение режима повышенной готовности или чрезвычайной на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны использовать пункт Б, использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество в случае его предоставления. я. Таким образом, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты только при введенном режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и только в случае бесплатного предоставления. И вот они нам начинают предоставлять всякие тряпки, всякие марли, газетки, там еще чего-то, все что угодно. Но для этого мы должны понимать, что это должен быть товар, который является именно средством защиты. А тряпочка, масочка или гигиеническая вот эта вот салфеточка, которую они предлагают часто в магазинах или еще где-то, она не является средством индивидуальной защиты. Четвертое. Вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации или в отдельно взятом субъекта Российской Федерации может только президент Российской Федерации. и вот это самое главное, самое главное, потому что они говорят, а вот у нас тут вот мы вот тут взяли и ввели, а вот мы имеем право. А вот на что мы давайте сошлемся. Вот здесь нам подсказывают вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации или в отдельно взятом субъекте, когда губернаторы нам говорят там люди, что вот губернатор указ создал, может только президент Российской Федерации согласно статье 4 ФКЗ номер 3 Федерального Конституционного Закона номер 3 от 30.05.2001, а также согласно статье 8 Федерального Закона номер 68 и правительство РФ согласно статье 10 Федерального Закона 0.068. Кстати, рекомендую проштудировать эти законы, а не просто так, то есть их надо достать в интернете, их надо изучить, распечатать, выучить, чтобы от зубов, что называется, отскакивало. На сегодняшний день президентом Российской Федерации или правительством Российской Федерации нигде не введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. президент не вводил, а только он может вводить. Соответственно, постановления губернаторов и того же мэра Москвы, они нелегитимны получаются, потому что они на свой, так сказать, по своему желанию что хочу, то ворочу. То есть, если какой-то самодур приходит к власти, у него административный ресурс появляется, он будет дурить, как ему вздумается. У нас похоже на это, на самодурство. На самодурство либо на что-то более страшное. Не буду пока здесь сейчас называть, а то прицепиться. Так, значит, вот это главное. У нас нету приказа от президента Российской Федерации, у нас Путин Владимирович, он не вводил режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации, а только он может это вводить. Пока, потому что вот эти указы и законы, они действующие, их никто не отменял. Правительство субъекта Российской Федерации или администрации согласно федеральному закону номер 68 статья 11 часть 1 пункт и вводят режим повышенной или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, то есть для силовиков и МЧС обязателен к исполнению, а для граждан носят всего лишь рекомендательный характер, рекомендательный необязательный к исполнению. Указы губернатора предназначены для сотрудников администрации, а для граждан носят только рекомендательный характер, необязательный к исполнению. Я благодарю автора этого комментария Вот к этому видео Я человек, хожу на рамок и без маски Я благодарю за правовую юридическую помощь И да будет с нами свет Я человек У меня есть честь и достоинство Каждый осознайте себя человеком Свою честь и достоинство Давайте, как в школе советской Кто учился, помните, нам выдавали домашние задания Мы тогда не понимали Мы что-то учили, что-то не учили Где-то мы лукавили, где-то мы игнорировали Где-то мы старались избежать обучения Но в данном случае нам этого не избежать Потому что для нас сегодня это вопрос жизни и смерти Я не шучу Для нас это вопрос жизни и смерти То есть вот такая у нас сегодня серьезная ситуация Это серьезный вызов для нашего поколения Для тех, кто живет здесь и сейчас Это просто вызов Вселенной Безупречный вызов Вселенной Здесь не нужно бояться А здесь нужно получать знания и выходить на другой уровень Совершенно спокойно, трезво, уверенно Потому что нам же помогают силы светлые Помогают Это же факт Вот, пожалуйста, только и самим нужно что-то делать Вот, например, я сделала свой шаг Я сделала свой ход И мне дали ответ И пришла помощь И вы тоже, те, кто боится или находится в зоне комфорта Прежде чем куда-то выходить из своей зоны комфорта Подготовьтесь Это как пловцы Это как прыгнуть в воду Сначала ты не знаешь, не умеешь Ты сначала учишься, привыкаешь к этой воде А потом ты плаваешь И здесь то же самое Не надо бояться выходить из зоны комфорта Если вы вооружены знаниями Знания — это сила Благодарю вас за внимание Подписывайтесь на мой канал Всех вам благ С вами была Галина Конышева Делитесь обязательно этим видео Это очень полезная информация В сегодняшний момент И все эти статьи Еще раз рекомендую их найти в интернете И изучить полностью эту статью Что там написано Во всех этих Вот все, что было перечислено А этот полный текст Я скопирую Он будет в прикрепленном комментарии Не в описании А в комментарии Закрепленном мною Текстовом И ссылку я туда дам Всего доброго До свидания